Готовность предпринимателей к действиям – не пустые слова. Многие активно включились в реализацию нацпроектов. В частности, используют возможности, которые дает программа импортозамещения. В Ибресенском районе весной этого года планируется открытие цеха по производству сыра. Сейчас завершается подготовка помещений, завозится оборудование. А часть технологической цепочки уже действует и успешно. Это помещение для приема сырой продукции. Его построили в 2019 году. Мощность около 200 тонн в сутки. Этого количества вполне достаточно, чтобы созрела идея наладить производство сыра. Каркас собран, оборудование на 75% завезено. Сейчас планируем в апреле делать пусконаладочные работы и запускать сырный цех. Молочный завод начал работу в 2013 году на площадях консервного цеха колхоза «Красный партизан» в селе Новое Чурашево. В 2015 появился новый цех по производству сливочного масла. Мощностью 10-12 тонн. А в 2017 из молока начали делать порошок. Процесс трудоемкий. Чтобы из жидкости сделать сухой обезжиренный состав, молоку придется хорошенько попариться. В прямом смысле слова. Первичное выпарение влаги происходит на вакуумопарных установках. Наш цех перерабатывает порядка 100 тонн обезжиренного молока. То есть на что рассчитано наше оборудование. Это практически полная сила. Готовая продукция может храниться до 12 месяцев. Его используют в кондитерском деле для производства детского питания сыра. Сухое или натуральное прежде всего важен состав молока. Содержание белков, жиров. Для того, чтобы обезвредить бактерии, сохраняя полезные свойства, с прошлого года применяют новое оборудование. Бактофуга не только ускоряет, но и облегчает работу. Лаборант определяет массовую долю влаги в сухом обезжиренном молоке. Именно по этому показателю определяется его степень готовности. Готовое молоко доставляют Челябинск, Екатеринбург, Москву и другие регионы страны. Сейчас на производстве трудится 98 человек. Запуском сырной линии появится еще пять десятков рабочих мест. В планах на этот год строительство очистных сооружений, которые позволят новому производству без вреда для природы работать в полную мощь. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.